Всем привет, ребята, меня зовут Богатищий Ди, добро пожаловать в новое видео. Прежде чем мы начнем этот выпуск, за последнюю неделю YouTube постоянно скручивает мне лайки. И я не знаю, что это, заговор, атака, может быть глюк алгоритма, но это действительно вредит моему каналу, потому что ролики просто-напросто перестают попадать в рекомендации. Поэтому прошу тебя проверить, если ты поставил лайк, не пропал ли он спустя несколько минут. Это очень важно для меня, буду благодарен, если ты это сделаешь. Сегодня я хочу рассказать об очень позитивных вещах, которые происходят в мире криптовалют прямо сейчас. Происходящее заставляет быть меня оптимистичнее некуда. Биткоин держится выше 60 тысяч долларов, эфириум удерживает 2100, бинанскоин установил новый рекорд больше 600 долларов, правда сейчас уже немного откатился. Риппл почти 1 доллар и 60 центов. За сегодня он уже вырос на 17 процентов, ну просто молодец. Но бинанскоин все равно поразил меня еще больше. У меня была возможность купить его за 10 центов, а сейчас он стоит 562 доллара. Я до сих пор жалею, что не решился купить его тогда, когда он стоил 10 центов. Дело в том, что, честно говоря, не особо я тогда в него верил. Что ж, все совершают ошибки. Главное их признать и сделать выводы. Бинанскоин сейчас взлетает, потому что многие фокусируются на конкурентах эфириума. Эфириум практически стал фактором роста и бинанскоина в том числе. Вот такая ирония. Ведь многие анализируют комиссионные и принимают решения не в пользу эфира. Исходя из этого, я думаю, что бинанс смарт-чейн это то, что заставило бинанскоин так сильно взлететь. Бинанскоин нужен в бинанс смарт-чейне для того, чтобы подбирать такие проекты, как панкейк свап и другие свапы. Для них всех нужен токен BNB. Кроме того, за ним стоит самая большая криптовалютная компания – бинанс. Также множество проектов в будущем еще будут запускаться на бинанс смарт-чейн, как раз из-за того, что комиссионные в этой сети меньше, чем в сети эфира. Они составляют около 50 центов за транзакцию. Для сравнения, на юни-свапе комиссия может достигать 25 долларов. А когда сеть особенно загружена, и все 100 долларов. Это просто смешно, если знать, что большинство трейдеров делают несколько сотен долларов в неделю. Для них такие комиссионные просто непозволительные. Именно поэтому такие люди ищут альтернативу и находят ее в бинанс смарт-чейне, панкейк свапе и других свапах тоже на бинанс смарт-чейн. Именно поэтому бинанс коин так сильно и взлетает. Тайлор Уинклвас опубликовал очень занимательный твит, прочитав который мы понимаем, что даже сейчас, когда биткоин стоит 60 тысяч долларов, это до сих пор еще ранее та просто криптовалюта. И мы до сих пор все еще ранее инвесторы. Он пишет, в мире более 40 тысяч публично торгуемых компаний, и только 32 из них владеют биткоинами. Это значит, что мы все еще очень ранее инвесторы. Я думаю, со временем таких компаний станет еще больше. И рано или поздно не иметь биткоина у себя в резервах будет означать только одно – потеря конкурентноспособности компании и ее медленный уход в историю. Судя по этим тенденциям, следующий медвежий рынок будет не таким жестоким, как в 2018-м, и его низы будут куда выше. Следующий твит полностью объясняет, почему 99% моего портфеля находится именно в криптовалюте. Тысяча бинанскоинов 13 марта 2020 года стоили 8 тысяч долларов. Сегодня они стоят уже 600 тысяч баксов. Просто вдумайся в эти прибыли. А если бы ты купил не тысячу бинанскоинов, а две тысячи? За год это 1,2 миллиона долларов из 16 тысяч долларов. Да, это криптовалюта, здесь такое в порядке вещей. Я думаю, что в крипте все еще очень много таких возможностей, как бинанскоин. Вот почему я постоянно нахожусь в состоянии вынюхивания и расследования всего этого пространства в поисках следующего диаманта. Конечно же, нужно быть осторожным в этих поисках. Чем меньше и неизвестнее новый проект, тем выше риски инвестиций в него. Поэтому, если ты новенький в этом мире, я посоветую тебе взять биткоин и посвятить много времени самообразованию в сфере криптовалют, прежде чем переходить к поискам скрытых бриллиантов. Ни в коем случае не покупай что-либо, руководствуясь только лишь хайпами и спекуляциями. Ты обязательно должен знать, во что ты инвестируешь. А я буду надеяться, что XRP станет новым бинанскоином, ведь я его купил еще где-то здесь, когда он стоил около 15-20 центов. Как раз столько стоил бинанскоин, когда я думал его купить. Поэтому давай, XRP, стань моим новым бинанскоином. Два доллара скоро, два доллара. Кстати, заметил, куда подевались все хейтеры? Они почему-то молчат. Массовое принятие NFT набирает обороты. Очень крутая новость для индустрии NFT. Нью-Йоркская фондовая биржа присоединяется к NFT, выпустив токены в честь первой сделки, совершенной с акциями известных американских компаний. Президент биржи назвала NFT увлекательными и перспективными. Какой вывод я делаю, читая эту статью? Похоже, что листинги NFT токенов на Нью-Йоркской фондовой бирже уже не вопрос если. Это вопрос когда. Да. Безусловно, для индустрии NFT, да и для криптовалютного пространства, это будет большим шагом вперед к массовому принятию. Также об этом знаменует и следующая новость. Тоже очень большая новость. Главная лига бейсбола MLB и американская компания TOOPS, которая занимается производством предметов коллекционирования, выпустят официальные NFT. Это очень большие новости. Похоже, все больше компаний приходит в NFT. Если ты компания, которая занимается коллекционным бизнесом и не заходишь в NFT, то ты явно пропускаешь отличные прибыли. Я заметил, что в последнее время спрос на всякие коллекционные атрибуты очень сильно вырос. Это такие атрибуты, как карточки с покемонами, бейсбольные карточки и все остальные коллекционные предметы. Понятное дело, что и NFT на этом фоне тоже становятся очень популярными. Думаю, еще больше новых способов использования появится в скором времени в сфере NFT. Ведь каждый день мы видим очень большие новости для этой индустрии, которая продолжает расти в 2021. И это очень хорошо для всего криптопространства. Не только NFT. Почему же? Потому что это привлекает внимание к крипте со стороны известных людей, музыкантов, артистов с большой аудиторией поклонников. Это еще одна ступень в массовом принятии криптовалюты, по моему мнению. Опять же, нужно очень аккуратно выбирать NFT проекты. Многие из них могут просто улететь на дно и никогда не подняться. А некоторые могут дать столько иксов, что твоя жизнь изменится навсегда. У меня достаточно много различных NFT токенов, но из топ-10 у меня только Тета, Энджин Коин, Манна и Сэндбокс. Вчера вышел новый эпизод Симпсонов, в котором засветился и биткоин. Они также высмеяли ситуацию с акциями GameStop и не забыли подколоть и Теслу. В эпизоде цена биткоина указана как бесконечность. Кстати, посмотри рядом США, мимус 1,4. Видимо, намек на то, что штаты за год напечатали 25% всех существующих долларов. Как мы знаем, каким-то невероятным образом Симпсоны в прошлом давали достаточно точные прогнозы. Но что значит бесконечная цена для биткоин? Что значит, что биткоин будет расти до бесконечности? Думаю, имеется в виду, что настанет момент в будущем, когда выражать цену биткоина в долларах больше не будет иметь смысла. И думаю, что ты понимаешь, что это значит именно для доллара. Конец статуса мировой резервной валюты. Видимо, это случится, когда его место займет какая-нибудь цифровая валюта. А я ни на что не намекаю, да? Еще одна масштабная новость для биткоина и всей криптосферы. Мы уже очень долго ждем этого, но регуляторы почему-то постоянно отклоняют просьбы о запуске биткоин и ТФ. Майк Новоградс и его Galaxy Digital подали заявку на запуск биткоин и ТФ в комиссию по ценным бумагам и биржам США СЕК. Опять это слово. Эту заявку можно найти на официальном сайте комиссии. Пока что у нас нет биткоин и ТФ вообще. Но многие спекулируют на тему того, что он будет запущен уже в 2021, то есть в этом году. Также битует мнение, что это очередной шаг для массового принятия. И может быть это так и есть. Но я не думаю, что криптовалюте так сильно нужна эта третья нога, если можно так выразиться. И наконец, самое большое событие за последнее время в мире криптовалют. Я говорю про IPO Coinbase, которое произойдет уже завтра, 14 апреля 2021. Это очень знаковое событие. И знаковое IPO сигнализирует о начале новых технологических эпох. За последние 40 лет мы видели несколько таких начал. В 86 году в прошлом столетии это было IPO Microsoft. Софт и ПО. Вот что они принесли в эту жизнь. 1995 IPO Netscape. Это доступ в интернет. А без интернета сегодня жизни просто нет. Особенно в условиях пандемии. 2004 год это IPO Google, интернет сервис. В 2012 это IPO Facebook, социальные сети. 2014 Alibaba, китайский интернет. 2019 Uber, мобильный сервис. И наконец 2021 это IPO Coinbase, криптовалюты. Новая крипто эпоха. Попахивает тем, что люди, у которых нет крипты, будут очень плакать. Да, они будут кусать себя за локти. Потому что завтра начинается новая эпоха. Эта статья объясняет, как купить акции Coinbase. Мой же план невероятно прост. Сначала я посмотрю, что вообще будет происходить, а затем выберу стратегию усреднения по доллару. И куплю акции Coinbase несколько раз с помощью Mirror Protocol. Сделать это я хочу не ради потенциальной прибыли. Хотя есть у меня смутное подозрение, что эта инвестиция когда-то меня порадует. Но нет, это не главная причина. Главная причина заключается в том, что я хочу сделать это, потому что это историческое событие в криптовалюте. Это новая эпоха вообще в мире. Я не могу это пропустить. Я хочу участвовать в истории. Однако я все равно думаю, что акции Coinbase вырастут. Со временем. И кстати, Mirror Protocol у себя в твиттере написали, что они поддержат IPO Coinbase. И отзеркаленные акции можно будет купить с их помощью. Что я и сделаю, собственно говоря, в будущем. Кстати, интересно, что в качестве Оракула они выбрали BAND Protocol, а не Chainlink. Хотя Chainlink вроде больше, чем BAND Protocol. Кстати, BAND находится сейчас в решающем моменте, когда будет определен вектор дальнейшего движения. Если он преодолеет эту основную линию сопротивления и закрепится выше нее, тогда путь в небеса будет открыт. Есть, конечно, сценарий, когда он не сможет этого сделать и начнет падать вниз, но я думаю, это наиболее вероятный сценарий, судя по таким хорошим новостям. Нужно будет за ним последить обязательно. И последняя. Очень забавная новость. Когда-то давно, в 2018 году, я шутил, что скоро будут платить зарплаты в биткоинах. Да, это были шутки. Но сегодня этот момент настал. Микростратегия анонсировала биткоин-премии для членов совета директоров компании. Вместо наличных они будут получать премии в биткоине. Ну круто же. А можно мне, пожалуйста, устроиться на работу в микростратегию? Это же прямо моя мечта. Что ж, микростратегия становится двигателем принятия биткоина и дает большой пример остальным институционалам. Думаю, без микростратегии та же Тесла не зашла бы в биткоин. Да еще и так масштабно. Как мы видим, пространство бурлит позитивными событиями. Некоторые из них еще несколько лет назад звучали как шуточная фантастика, но сегодня реальность меняется и уже не до шуток. На этом все. Надеюсь, ты не забудешь поддержать меня лайком и подпиской. Это помогает мне работать дальше, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. Увидимся, скорее всего, вечером в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok